Самые красивые, самые нежные песни те, что матери поют своим детям. А рассказ наш посвящен работе женсоветов города Тбилиси. Какое отношение имеют к ним колыбельные песни? ПЕСНЯ Просто мы узнали, что при массе неотложных забот женсоветы собирают эти колыбельные, звучащие в Тбилиси на самых разных языках. ПЕСНЯ Женсовет Он представляет собой как бы материнское начало в жизни города. Недаром Нину Аксентьевну Жвания, председателя общегородского женсовета, часто называют «матерью Тбилиси». Сегодня сюда пригласили директора приборостроительного завода Томаза Бежамишвили. А рядом с ним Клара Сваниндзе, председатель женсовета заводского района. Это она настояла на вызове директора. Что-то неблагополучно на заводе, которым руководит Томаз Бежамишвили. Давайте заглянем в сборочный цех. Здесь, в монтажных столах, сложные схемы со множеством паек и мельчайших деталей, требующие точной работы. Но посмотрите, что происходит в обеденный перерыв. Обед, так сказать, без отрыва от производства. Сервировка прямо на монтажном столе. И очень долго ничего не удавалось сделать. Но Клара Сваниндзе уверена, нет безвыходных ситуаций. Побывал директор на заседании общегородского женсовета, и нашлось место для заводского кафе. Нет, директор не в обиде. Ведь ясно, что женщины стремились ему помочь. Причем твердо намерены помогать и в дальнейшем. Чтобы кафе получилось уютным. С картинами на стенах, цветами. Чтобы сюда было приятно зайти. Сколько разных забот у Клары Сваниндзе. Но особое внимание многодетным семьям. У Швии Кетыван и слесаря Василу родился седьмой ребенок. Просторную пятикомнатную квартиру этой семье помог получить женсовет. А Клара Сваниндзе стала просто родным человеком в семье Кетыван-Меквабишвили. Если во многих других городах страны женсоветы приходится сегодня возрождать, то в Тбилиси они активно работают уже более пятнадцати лет. Субтитры создавал DimaTorzok